Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Дорогой Джон, 2010 года. Юная Саванна и солдат американской армии Джон нежно любят друг друга, выражая свои чувства в письмах, которые для Джона единственный источник радости и надежды на непрекращающейся войне. Для Джона существует понятие «долг», которое вынуждает его остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить обещание вернуться и жениться на девушке. Это решение отдаляет их друг от друга, и письма от Саванны приходят все реже и реже. Толь ты? Солнце Масканы Тяжело переживая развод с мужем, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо. Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы страстное желание начать новую жизнь. Именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу. Вторым заводит новое знакомство. И она еще не ведает, что третья вскоре найдет ее само. И это будет новая, всепоглощающая любовь. Однажды в Риме Как выйти замуж за три дня 2009 года В англоязычных странах есть традиция. 29 февраля женщина может сделать предложение мужчине, и он не имеет права отказаться. И вот чопорная дама едет в Дублин, чтобы именно в этот день попробовать сделать предложение своему бойфренду. Но погода меняет ее планы, и чтобы осуществить задуманное, ей приходится прибегнуть к помощи ворчливого ирландца, хозяина гостиницы. Вместе с ним героиня вынуждена путешествовать через всю страну, чтобы успеть вовремя сделать предложение. Предложение Главная героиня фильма – ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озер, героиня готова на все. Даже эффективно выскочит замуж за своего молодого ассистента. Последняя песня 2010 года Жизнь 17-летней Вероники Миллер переворачивается вверх тормашками, когда ее родители разводятся, и отец перебирается в город Вилмингтон, Нью-Йорк. Это было три года назад, но ее злость не проходит, и девушка очуждает себя от родителей, особенно от отца. Несмотря на это, она против своей воли едет к нему на лето, но их отношения по-прежнему оставляют желать лучшего. Папа Вероники – бывший пианист и учитель, проживающий спокойную жизнь в прибрежном городке. Теперь он работает над созданием картины, которую выставляет в местной церкви. Пытаясь наладить контакт с дочерью, родитель прибегает к помощи музыки, и к единственному с Вероникой общему интересу. День Святого Валентина Судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-Анджелесе переплетаются во ждание одного единственного дня – Дня Всех Влюбленных. Дня Святого Валентина Комна в Риме Полночь в Париже Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фиджеральдами, Гертруда и Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok